Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». В развитие темы импортозамещения пришла история из Москвы. Здешние чиновники объявили тендер на поставку специализированных компьютеров для слепо-глухих людей в Москве. Его выиграла Екатеринбургская компания, отечественный производитель. На госприемку пригласили в том числе представители организации слепо-глухих пользователей. Но они подписывать акт приемки категорически отказались, поскольку прибор непригоден для использования. И что вы думаете, от компьютеров отказались? Вовсе нет. Вот что рассказал Наталья Джинпаладова, эксперт Фонда поддержки слепо-глухих, соединение Сергей Флейтин. С недавнего времени дисплеи Брайля, наряду с программным обеспечением, которые обеспечивают вывод на эти дисплеи с компьютеров, было включено именно для слепо-глухих перечень технических средств реабилитации федеральной, и государство стало эти средства закупать. И поскольку одного дисплея мало человеку, то есть это точно так же, как купить монитор, допустим, даже самый хороший, крутой, навороченный, но не иметь компьютера, то стал вопрос о том, чтобы наряду с дисплеем у человека был и компьютер. И на нашем отечественном рынке такие компьютеры есть, специализированный компьютер Эль Брайль. Государство стало закупать эти компьютеры и выдавать слепо-глухим, уже многие их получили. Есть на Урале, в городе Екатеринбурге компания Круст. И вот они тоже решили выйти со своим устройством на этот же рынок. И они сделали компьютер концептуально такой же, как Эль Брайль, но разница в том, что они исключили все платные программные решения, которые там применялись, и совершенно бездумно включили туда решения бесплатные. Вот в частности, программа экранного доступа, которая на этих компьютерах используется, это программа NVDA, имеет ряд существенных проблем при работе с дисплеем Брайля. В частности, она не позволяет полностью дублировать команды обычной клавиатуры, что позволяет делать Эль Брайль, но это бы еще полбеды, это можно решить. Но там присутствуют крайне некачественные таблицы, которые отвечают за преобразование обычного текста в релесно-точный шрифт Брайля, и наоборот. В результате, часть символов при чтении отображается некорректно, либо отображается вообще в виде шестнадцатиричных кодов. Представьте себе, да, что вы получили клавиатуру, или ноутбук с клавиатурой, на которой невозможно ввести часть символов на вашем родном языке. И вот они вышли на тендер, если в их магазине, в интернет-магазине их устройство стоит двести-трицать тысяч, то на тендер они вышли, значительно сбросив цену на свое устройство, и, естественно, этот тендер выиграли в Москве. Было закуплено двенадцать штук этих устройств, и на прошлой неделе меня от фонда поддержки клипоглусских соединений пригласили в качестве эксперта на приемную комиссию, которая должна была эти устройства принимать. И устройства в итоге не приняли. Но было одно небольшое «но». На этой приемке не присутствовал представитель госзаказчика. И вот была назначена повторная приемка, на которую мы с удивлением узнали, что, оказывается, на прошлой неделе вообще это была не приемка, а это было расширенное заседание экспертов, экспертной комиссии, на котором производители, значит, выслушали от экспертов претензии и замечания к их устройству для того, чтобы их устранить. Часть проблем они, конечно, быстро устранили, но ключевая проблема как была, так и осталась. То есть нормально работать с русским языком, то есть набирать тексты, читать тексты. Устройство не позволяет. Представитель ресурсного центра совершенно спокойно говорит, ну мы приведемся по глухому человеку это устройство. Если оно ему чем-то не понравится, он напишет отказ, и пусть ждет следующего тендера, тогда мы, может быть, закупим что-то другое. То есть государство потратило уже деньги. Для Москвы закуплено 12 устройств. Мы понимаем, что пользоваться этими устройствами люди не смогут. И тем не менее, и сами чиновники, и представители организаций, которые должны были бы поддерживать инвалидов в этом плане, такие как Всероссийское общество слепых и так далее, они оказываются на стороне вот этого самого производителя, понимая, что государственные деньги просто выброшены. Редактор субтитров А.Семкин